Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа» Мы собираем всех вместе Добрый день, дорогие радиослушатели Здравствуйте, в студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джекаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов И в снежных попахах кавказские горы пасут На вершинах стада облаков И от моря до моря людям счастье дарят Дружбы алые зори над слептами горят Дружбы алые зори над слептами горят Радиожурнал «Зори Кавказа» Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании В Северокавказском федеральном округе Последний день 2022 года Сложного и неоднозначного Провожая который, все загадают желание О наступлении мира и благополучия Год уверенно подходит к концу А мы уверенно подводим его итоги Вести Северный Кавказ Ставрополье У микрофона Дина Романовская Здравствуйте Работа ставропольских врачей Отмечена национальной ассоциацией В области донорства и трансплантологии Заведующей координацией органного донорства Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Катасонов удостоен почетной грамоты За вклад в развитие российской медицины Награду врач получил на Седьмом съезде Национальной ассоциации в области донорства И трансплантологии в Москве Съезд объединил ведущих ученых И практикующих врачей Которым была предоставлена возможность Познакомиться с инновационными разработками В области трансплантологии Обогатиться опытом и передовыми знаниями В этом направлении В Есентуках В продюсерском центре «Хрустальный источник» Прошла премьера Юные актеры подготовили театральную постановку По мотивам бессмертного произведения Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева во власти льда» Сценаристы, гримеры, артисты, художники Дети на пути к профессиональному актерскому успеху Не меньше юных актеров и их родителей волновался Идейный вдохновитель школы актерского мастерства Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис Постановка во власти льда Открыла праздничные представления на сцене театр парка Вести Карачаева Черкесия Председатель правительства республики Мурат Аргунов Вручил государственные награды Российской Федерации Карачаевой Черкесии Жителям региона, которые достигли Профессиональных высот Госнаград и почетных званий Удостоены 35 жителей республики Это работники сферы образования Здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства И те, кто достойно и мужественно Выполняет свой воинский долг По защите нашей Родины И обеспечению безопасности ее граждан У Черкеска появился еще один город по братим Это столица Южной Осетии Ицхинвал Соответствующее соглашение Подписали глава администрации Ицхинвала Генок Аджаев И глава муниципального образования Черкеска Валерий Дедук Документ определяет сотрудничество В различных сферах деятельности Всесторонний обмен опытом В сфере местного самоуправления Дальнейшее развитие деловых и культурных связей А также будет способствовать Укреплению дружбы и братства Между жителями городов С пожеланиями мира и добра Марти Кеев Специально для радиожурнала Зори Кавказа Вести Кабардино-Балкария В рамках реализации поручений Главы КБР Казбека Кокова По оказанию шефской помощи Скадовскому, Каланчакскому И Галопристанскому униципальным округам Херсонской области В город Скадовск Доставили 6500 новогодних подарков для детей Ребята получили подарки На праздничных мероприятиях В детсадах, школах, домах культуры А также в учреждениях соцзащиты Каждый подарок упаковали В красивую новогоднюю коробку На которой для каждого ребенка Напечатано поздравительное послание Разнообразить досуг И создать новогоднее настроение Региональное отделение партии Единая Россия организовало Настоящий праздник Детям из Херсонской области Которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии Им обеспечили поход в цирк Два часа веселья и смеха Равнодушными не остались Даже взрослые Которые сопровождали ребят Говорят, здесь можно побывать В настоящей сказке И почувствовать себя Частью волшебного мира Благотворительные акции В дни новогодних праздников И зимних каникул Будут продолжаться Марина Османова Специально для радиожурнала Зори Кавказа Вести Северная Осетия Во Владикавказе открыли отремонтированное здание государственного ансамбля «Алан» Поздравил коллектив глава республики Сергей Миняйло В следующем году легендарному «Алану» исполняется 85 лет Ансамбль – одно из главных культурных достояний Северной Осетии У коллектива богатая история Танцоры выступали на лучших сценах разных стран мира За период существования в ансамбле сменилось несколько поколений Неизменным было только здание творческого коллектива Начало капремонта ждали 20 лет Были проведены капитальные работы в помещениях Заменили крышу, обновили сантехнику и всю систему отопления Сейчас в репетиционных залах установили современную систему вентиляции Помимо капитального ремонта в здании Артисты получили новый автобус для гастролей Танцорам ансамбля, которые живут в других районах республики Предоставят комфортные условия в общежитии В подарок коллектив получил и новые сценические костюмы Одним словом, для артистов ансамбля созданы все условия для качественных репетиций В обновленном зале танцоры будут создавать новые номера для репертуара Золушка на осетинском языке в необычной режиссерской интерпретации Неизменный щелкунчик, самая новогодняя сказка И, конечно, в ожидании чуда для самых юных зрителей Театральный Владикавказ готов угодить каждому Золушка, злая мачеха и две сводные сестры Всем известный сюжет на сцене Северо-Осетинского академического театра События сказки разворачиваются по мановению волшебной палочки Здесь и сказочное преображение Золушки, ее первый бал и интриги мачехи Сказка о Золушке учит детей верить в свои мечты и идеалы добра Историю прекрасной, хрупкой и нежной девушки знает каждый Потому зрителей сложно удивить Но актерам Осетинского театра это удается сделать А на сцене Академического русского театра Новогодняя история о юной Марии, попавшей в волшебный мир кукольного домика Ее подстерегают происки королевы мышей Ей понадобится смелость и помощь деревянного щелкунчика Яркие костюмы, удивительная хореография и специально оборудованная сцена Сказка покорила не только детей Взрослые тоже были заворожены В ожидании чуда в театре Шаби Сбежала секундная стрелка Она обиделась, что ее не ценят Без персонажа Новый год не наступит Героям сказки придется отыскать стрелку и убедить ее в том, что без нее волшебный праздник не придет Новогодние праздники во Владикавказе обещают быть насыщенными Жители города смогут в полной мере погрузиться в волшебную атмосферу этих прекрасных дней Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Ингушетия Глава Ингушетии Махмуд Али Калемата вручил государственные награды России и Республике представителям различных сфер деятельности Участниками торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Зале Славы Администрация в Магасе стали около семи десятков граждан, проявивших себя на профессиональном поприще или в укреплении государственности России Сегодня мы оцениваем свой человеческий капитал именно благодаря таким людям, как вы Ингушетия сегодня готова к достижению любых целей и решению самых сложных задач В каждой сфере политической и социально-экономической деятельности у нас есть незаурядные личности, которыми мы гордимся И все они заслуживают огромной благодарности и уважения, сказал глава республики Руководитель субъекта добавил, что каждый из награжденных заслуживает особое внимание за свой вклад При умножении славы, силы и возможностей богатства родного края Глава Ингушетия Махмуд Али Калематов исполнил желание трех юных жителей республики, ставших участником всероссийской акции «Елка желаний» Руководитель субъекта лично вручил долгожданные подарки юным жителям региона Так, семилетняя Амини Марзиве достался каркасный бассейн Абдуллаху Бзуртанову подарили электромобиль Амалия Магушкова получила в подарок гитару Отмечается, что вручение подарков прошло в здании администрации главы региона Махмуд Али Калематов пожелал ребятам и их мамы крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году Ранее 16 декабря Махмуд Али Калематов вместе с членами правительства республики Ингушетия дал старт акции в регионе Тогда он снял с елки три открытки с пожеланиями ребят Акция «Елка желания» организована всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» Инициативу поддержал президент России Владимир Путин Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций Исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей В Центре культурного развития города Магаса состоялось новогоднее мероприятие, куда были приглашены в том числе дети участников специальной военной операции в Украине Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Чеченская Республика Главному специалисту по кровопусканию Аль-Хаджама в Исламском медицинском центре Грозного Мухаммеду Али-Харашу присвоено профессиональное звание профессора народной медицины Запись с поздравлением опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров По словам главы субъекта, соответствующее решение было принято единогласно Российской Ассоциацией народной медицины После аттестации научно-практической деятельности специалистов народной медицины Ученый Совет Российской Ассоциации народной медицины крайне высоко оценил заслуги в этой области профессиональные навыки Мухаммеда Али-Харашева Который посвятил многие годы своей жизни совершенствованию данного направления В рамках Всероссийской ведомственной акции Дед Мороз специального назначения в Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова При содействии Министерства культуры Чеченской Республики и руководства театра Состоялись театрализованные представления для детей военнослужащих Крозненского соединения Росквадии И сотрудников других правоохранительных ведомств региона Праздничное мероприятие по стиле более 500 ребят, в том числе дети военнослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга В фойе театра маленьких гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка, Клоуны и сказочные герои Актеры театра приготовили новогоднюю сказку одного из наиболее популярных произведений русского народного творчества Морозков и инсценировки заслуженного артиста Чеченской Республики режиссера Султана Темишева Сказочные и красочные декорации, волшебные эффекты, красивые яркие костюмы и танцы Подарили юным зрителям массу положительных эмоций, незабываемые минут радости и новогоднее настроение А в завершении праздничного мероприятия каждый ребенок получил из рук Снегурочки Деда Мороза новогодний подарок Заместитель командира бригады по военно-политической работе полковник Андрей Фондюшин отметил, что это стала доброй традицией ежегодно в канун Нового года проводить такого рода праздничные мероприятия для детей военнослужащих В Махачкале в Доме Дружбы прошла встреча Сергея Меликова с семьями военнослужащих, погибших в зоне военных действий на Украине Перед встречей руководителя республики возложил цветы к портретам тех, кто отдал жизнь, защищая Родину Обращаясь к их родственникам, Меликов выразил соболезнования и подчеркнул, что мало какие слова смогут утешить их в эту минуту Но руководство страны и региона сделает все возможное, чтобы семьи военных не чувствовали себя одинокими в этой беде В Махачкале прошел традиционный в конце года бал прессы Медиа-сообщество подвело итоги работы и наградило дагестанских журналистов Главную премию «Золотой орел» вручили работникам СМИ за особые заслуги и плодотворную работу Среди награжденных и наша коллега, редактор вещания на чеченском языке Джамиля Омаханова Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко принял участие во всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний» Он снял с елки сразу семь пожеланий по числу субъектов округа Благотворительная акция «Елка желаний» прошла и в Кабардино-Балкарии Итоги уходящего года подвели в республиках Ингушетия и Дагестан В Черкесске перед Новым годом досуговый центр и кафе «Очак добра» провели благотворительную ярмарку Студентка 4-го курса факультета государственного управления Чеченского госуниверситета имени Кадырова Осет Чажаева стала победителем всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Во всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний» Принял участие полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко Он снял с «Елки» сразу семь пожеланий по числу субъектов округа Рассказывает корреспондент ГТРК «Ставрополье» Дина Романовская Марат, 4 года, республика Северная сеть Оландии, мечтает о каркасном батуте Новый год – это прекрасный семейный праздник, который мы все ждем Когда собираются родные, близкие, действительно мы в таком семейном кругу отмечаем этот праздник, красивый праздник В этом году мы тоже решили в преддверии этого праздника исполнить желание семи ребятишек Которые проживают во всех субъектах нашего округа Акция, она уже пятый раз происходит у нас «Елка желаний» Она, во-первых, рассчитана для того, чтобы действительно исполнять желания детей из сложных семей Уровень жизни невысокий, дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей В этом году у нас как раз эта «Елка желаний» распространяется на детей из семей, где родители, либо братья участвуют в специальной военной операции Дети-беженцы Донбасса, Луганска, Запорожья и Щерстонской области И я думаю, что этот Новый год, праздник, он должен быть счастливым для всех, независимым ни от чего Акция «Елка желаний» проходит пятый год в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» Чудо детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подарил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров О чем мечтают ребята? Полина мечтает побывать в дельфинарии, Кирилл мечтает о принтере, и Артем мечтает о приставке Шары с желаниями с елки снял и председатель Краевой думы Николай Велегдань Джабраил мечтает о машинке на пульте управления Три годика, серьезный парень уже Значит, и следующий Полина мечтает об акустической гитаре У всех наступающих Новым годом мечты детские должны сбываться Возможность осуществить детскую мечту и подарить новогоднее чудо тому, кто его особенно ждет, есть у каждого неравнодушного человека Время для добрых дел есть всегда Ребятам из 34-й мотострелковой пришла гуманитарная помощь Они не знают от кого, может кто-то узнает себя или знает семью, кто передал С таким тылом победа однозначно за нами Такое сообщение появилось в социальных сетях от участников специальной военной операции Отправитель большой партии тушенки нашелся, это житель села Кочубеевского Олег Спиченков У него небольшое мясное производство, а для бойцов готовят дома, по собственному рецепту Вот этого ни у кого не было в рецепте Чеснок, немножко лаврушки, ничего лишнего Зять предпринимателя военный, первые партии тушенки он отправлял в его часть Когда началась спецоперация, заботливый тесть не мог остаться в стороне Мы вот обратились нам весной с администрации, помощь создать непосредственно бойцу посылочку передать Конкретному человеку Тогда еще не было такого, чтобы на фронт массово отправляли Один раз собрали, второй раз собрали, уже другому бойцу Вот и все, и пошло, поехало Каждая баночка аккуратно подписана Ждем вас с победой, семья Спиченковых 30 штук за один раз Ну вот видите, делал на Михаила, сделаем 66 штук Три дня тогда, а сейчас я буду делать больше На этом семья Спиченковых останавливаться не собирается В планах у них отправлять не только тушенку, но и другие виды домашних заготовок Следующую партию хочу ребятам сделать рыбные консервы Соответственно, уже скумбрию приобрел, лежит в морозилке Благотворительная акция «Елка желаний» прошла и в Кабардино-Балкарии Старт всероссийской акции был дан за две недели до Нового года Первые открытки по традиции снял глава республики, затем представители власти Все пожелания, а их было более тысячи, уже исполнили Корреспондент Марина Османова продолжит Исполнить детскую мечту Новогоднее дерево установили в Доме правительства Члены Кабмина во главе с премьер-министром Алимусуковым Депутаты, главы местных администраций не ограничились одним конвертиком А их на елке желаний более тысячи Желание детей под Новый год – это святое, поэтому исполнение желания – это очень хорошо И я думаю, все они исполнятся Мы взрослые должны, конечно, приложить максимум усилий для того, чтобы наши дети вырастали счастливыми Для того, чтобы глаза у них были наполнены счастьем Морально вдохновляет, когда получаешь именно эти подарки, когда приезжаешь за несколько дней до Нового года Видите, какая радость у них на лицах? Это, конечно, незабываемо Вот, пожалуйста, Опегов Ахмед Анзурович, 8 лет Спортивный костюм зимний Мы обязательно и костюм, и все остальное ему найдем И если у него будет желание, обязательно мы его поставим на лыжи К благотворительной акции «Елка желаний» присоединились представительницы Союза женщин России КБР Коляска для кукол, наборы для рисования, вертолет с пультом управления, кроссовки В открытках которой гости сняли с новогоднего символа заветные желания воспитанников, интернатов Ребят с ограничениями по здоровью, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации Говорит председатель Союза женщин Аулия Ткаскулова Из года в год мы снимаем эти конверты и получаем истинное удовлетворение тогда, когда реализуются мечты наших ребят Это обычно бывает или в интернатных учреждениях, или в санаторно-курортных школах Все пожелания детей участники акции исполнили до наступления Нового года Координаторами акции выступили волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества Завершается сложный и исторически значимый 2022 год В него мы вступали с большими ожиданиями и надеждами Благодаря сюжетам, которые корреспонденты ГТРК «Ингушетия» готовили для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа» в уходящем году Слушатели узнали о таких главных событиях региона, как ослабление пандемии коронавируса 30-летий Республики Ингушетия, частичной мобилизации, о помощи семьям мобилизованных и социальной поддержке населения И сегодня министерства и ведомства отчитываются перед жителями региона за проделанную работу в уходящем году Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Ингушетия» Танзилы Пугоевой Уходящий год был насыщенным в отношении социально-экономических, общественно-политических событий Республика приняла участие в реализации национальных проектов, государственных программ и успешно завершает взятые на себя обязательства У министерства и ведомства началась пора отчетов Всегда приятно подводить итоги, если результат налицо Ингушетия заняла первое место в России по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Строительство дорог завершено с опережением графика, рассказал начальник производственного отдела Министерства автомобильных дорог Республики Ахмед Аушев Наша дорожная ведомство находится на передовых позициях, а по итогам работы за 22-й год Министерство занимает первое место среди субъектов Российской Федерации Огромное внимание уделяет в реализации национальных проектов и Министерства по физической культуре, спорту Ингушетии В частности, в рамках программы «Спорт – норма жизни» Спортивные объекты появятся в сельском поселении Барсуги и в Сунже, рассказывает министр физкультуры и спорта Республики Ингушетия Алида Шхаклуев Проект есть, госэкспертивно пройден, отведен земельный участок В федеральном бюджете и посредства уже предусмотрены На 23-й год Это будет трехэтажное здание, трехэтажное здание с плавательным бассейном, 25-метровым бассейном Ингушетия в 2022 году вошла в тройку лидеров рейтинга итогов акции «Вода России» по очистке от мусора берегов водных объектов Заключительный субботник акции «Вода России» прошел в Ингушетии 12 ноября в формате экофестиваля К акции присоединился и глава Республики, отправившись вместе с волонтерами очищать берег реки Аса Министр труда, занятости и социального развития Хаджиби Кэрш Муталиев Доложил главе Ингушетии Махмуд Али Калематову об итогах года По словам руководителя ведомства, они на 99% добились исполнения целевых показателей по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» В рамках которого Ингушетия была направлена из федерального бюджета 730 миллионов рублей Всего социальных выплат населению 2022 года было произведено на сумму более 9 миллиардов рублей Только на президентские детские пособия было потрачено более 6 миллиардов Процент освоения составил 99%, 724 миллиона до нашего населения на первых детей в возрасте до 3 лет доведены Также другая наиболее массовая выплата и популярная в республике, это выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет Мы для удобства населения, по согласованию опять же с нашим населением республики, 15 числа ежемесячно мы эти выплаты доводим Своевременное начисление всех социальных выплат глава региона назвал самой важной задачей министерства Калематов также просил обратить особое внимание к нужным вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины Наши жители понимают, как это сложно и нелегко людям, поэтому полностью к ним отнестись очень серьезно С начала специальной военной операции Сингушетия отправлено уже более 240 тонн гуманитарной помощи Республика на днях отправила груз для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине А для полка из Ингушетии доставят порядка 25 тонн предметов первой необходимости Инициативу главы региона подхватили всем Представители диаспор в Ингушетии, домохозяйки, школьники, журналисты Партию гуманитарной помощи для защитников сортируют все вместе на площадке филиала ГТРК Ингушетии Рассказывает директор ГТРК Ингушетии Берс Елоев Каждый, кто как может, помогает В общем, все то, что может сегодня согреть своим таким домашним теплом наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции на Украине Я очень надеюсь на то, что мы сможем порадовать наших ребят канун Нового года 2022 год был действительно непростым и контрастным За праздничным столом мы обязательно вспомним и плохое, и хорошее, что случилось с каждым из нас И обязательно, по воле Всевышнего, следующий год будет лучше, светлее, добрее, щедрее на счастливые события Мы, коллектив Радио России Ингушетии, от всего сердца желаем вам этого Будьте здоровы и счастливы, уважаемые коллеги и наши радиослушатели Новый год – это ожидание, что он непременно будет лучше предыдущего А все беды, разочарования и горести останутся в прошлом Успехи и победы отзовутся новыми результатами Тему продолжит корреспондент ГТРК «Дагестан» Имара Багирова Итогами года с моей коллегой Камилой Макаевой поделился временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Республике Дагестан полковник Георгий Котов 2022 год был для всех россиян далеко непростым На фоне резко обострившейся агрессивной внешней политики со стороны стран НАТО в отношении нашей страны Вот в таких непростых условиях подразделения управления во взаимодействии с сотрудниками федеральных органов исполнительной власти выполнено более двух тысяч задач В текущем году в регионе преступлений террористической направленности не допущено 2022 год был насыщен важными встречами представителей руководства республики с чиновниками, парламентариями, уполномоченными, деятелями государственных структур, инвесторов Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране В августе 2022 года Ростуризм анонсировал создание нового курорта в Дагестане соизмеримого по уровню инфраструктуры в Сочи Кавказ отличается не только гостеприимством, а замечательными местами великолепными природными богатствами и богатейшей историей Провожает 2022 с благодарностью и надеждой актриса Государственного Лизгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского народная артистка Дагестана Зарифа Кухмазова которая в декабре отметила свой юбилей Дорогие радиослушатели, я хочу сказать, чтобы вы всю свою старую грязную обувь оставили за дверями Нового года, а Новый год встретили с большими позитивными пожеланиями чтобы у нас вот эти все беды, которые у нас были в жизни в этом уходящем году, чтобы они там и остались 2022-й был довольно продуктивным для коллектива информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова которым заведует Зарема Багабова Мы уже начали в этом году готовиться к такому большому событию которое нас ожидает в следующем году это юбилей нашего смирно известного поэта Расула Гамзатова Наша библиотека носит его имя и поздравляю всех, желаю, чтобы эти выходные были очень яркими Провожает 2022 год в истории своей жизни и встречает Новый год с надеждой и верой в лучшие председатель благотворительного фонда имени Дакуаса Дулаева «Песня» руководитель цирковой студии «Пихлеван» заслуженный артист Дагестана Асхабали Гасанов От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом Пусть все незгоды и противостояния останутся в прошлом Желаю вам здоровья, барраката, больше приятных поводов Соберятся все семьи за одним столом В Новый год стараются забыть плохое, что было и ждут, что будет И веселятся Для певиц последние дни декабря это корпоративы и концерты При новогоднем настроении с моей коллегой Бике Гусейновой поделилась исполнительница лезвенских песен Джульетта Амарова Очень люблю Новый год Это надежда на новую жизнь всегда Всем желаю мира, добра, благополучия Какие-то конкретные планы есть? Готовим новые песни Будет новогодний огонек Смотрите нас А в Новом году хочу пожелать всем Жизни прекрасной, удачной Такой, как вы запланировали Радиожурнал Зори Кавказа Студентка четвертого курса факультета Государственного управления Чеченского государственного университета имени Кадырова Осет Чажаева стала победителем всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» С Осет Чажаевой встретился корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев Это ежегодный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» В этом году в нем принимали участие больше пяти тысяч человек включая студентов, ректоров и проректоров вузов Ася Чажаева в Треке делала и представила свой проект «Проводник» Это экспресс-школа для адаптации студентов-первокурсников которую девушка реализовала на базе университета этим летом Суть проекта в том, чтобы помочь только поступившим студентам сориентироваться в расположении корпуса вуза, факультетов, важных объектов По словам Ася, такая работа актуальна для любого крупного вуза поскольку первокурсникам бывает достаточно сложно сориентироваться в расположении элементарного места вроде библиотеки, деканата или актового зала Я придумала такой проект, как экспресс-школа для адаптации студентов-первокурсников «Проводник» Он делится на две части – техническая и организационная В технической части мы разработали телеграм-бот, который будет отвечать на вопросы студентов И виртуальную карту университета Тоже в боте она находится То есть ты вбиваешь, какой корпус тебе надо И тебе уходит, где он находится, его локация, что есть в этом корпусе и так далее Работа над проектом «Девушка начала еще в марте» В первую очередь анализируя актуальность темы, исходя из того, приступила к практической части Которую она также привлекла с десяток волонтеров А сам «Проводник» помог нескольким сотням студентов Также в рамках проекта планируется запустить программу наставничества Чтобы ориентационная работа со студентами проводилась не разово, а перед началом каждого учебного года Мы с первокурсниками проводили квесты, мастер-классы, тренинги до обучения Чтобы когда они в сентябре придут на учебу Они уже разбирались во всем, друг друга знали Знали, куда идти, что есть И сразу могли полностью включиться в учебу Ася Чижаева называет эту победу самой главной за свою довольно долгую и весьма успешную проектную деятельность Из пяты тысяч претендентов на этот приз выбирали только двести Имена победителей, получивших один миллион рублей, огласили в Москве на ВТБ-арене, где прошла церемония награждения Радиожурнал «Зори Кавказа» В Черкесске перед Новым годом досуговый центр и кафе «Очаг добра» провел благотворительную ярмарку Где по самым низким ценам можно было приобрести свежие фрукты, молочную продукцию, натуральный мед, ароматный чай из трав, кондитерские изделия, зеленый горошек и консервированную сладкую кукурузу для приготовления новогодних салатов Репортаж корреспондента ГТРК Карачаева-Черкесия Мадины Жужуевой В Черкесске более десяти лет функционирует благотворительная организация «Очаг добра», которая совершенно бесплатно кормит одиноких пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан Ежедневно они приходят в центр «Очаг добра» для того, чтобы вкусно пообедать или просто провести время с другими, которым также не хватает общения Руководитель благотворительной организации «Очаг добра» Мария Загаштокова рассказала, что помимо того, что они обеспечивают бесплатным горячим обедом, довольно часто проводят и благотворительные ярмарки Более 80 человек мы ежедневно обслуживаем. На дому около 60. Наверное, стало уже доброй традицией, что мы периодически проводим такие благотворительные ярмарки Цель нашей ярмарки, конечно, все вырученные средства идут на приобретение лекарств, на приобретение, допустим, одежды, на какой-то мелкий ремонт Волонтеры благотворительной организации – это студенты или обычные граждане региона, которые не только помогают в центре, но и разносят комплексный обед тем пенсионерам-инвалидам, которые сами по состоянию здоровья не могут посетить «Очаг добра» Сегодня откликнулись очень многие. Вы знаете, вот так вот с краю, если перечислить, это вот открылся оптовый склад яблока. Они нам предоставили, допустим, мандарины, яблоки Хладокомбинат наш черкесский откликнулся. Наши постоянные партнеры Сатурн откликнулись. Кондитерский концерн Дара, они откликнулись. Нур предоставил сегодня. Меркурий часть продукции предоставила Вы знаете, даже многих не знают, а вот люди, которые просто звонили и говорили, здравствуйте, у вас сегодня ярмарка, можно мы что-то предоставим? И вот там стоят имбирные пряники. Девочка одна принесла в пакетике и говорит, можно? Тут не так много, мне неудобно, я бы хотела, чтобы реализовали Свои поделки какие-то. Есть даже головные уборы, заколочки. Девушка делает руками, она продает, в общем, она тоже принесла на реализацию Кто-то, допустим, решил, даже просто вот лежит новая обувь. Она хотела, чтобы ее продали и, соответственно, деньги пошли туда Ремонт дома тоже, в том числе, допустим, у кого-то протекла крыша. Ну, например, Гачаева Зинаида. Это одинокая женщина, это инвалид, инвалид первая В прошлом году мы провели ремонт крыши, у нее протекала крыша. Сделали небольшой косметический ремонт в комнате, где она спала. Очень много таких бытовых моментов, которые требуют страт. Это не первое подобное мероприятие, которое проводит Центр очаг добра в ноябре и начале декабря этого года в Черкесске были проведены аналогичные ярмарки, которые помогли собрать более 200 тысяч рублей. Всю продукцию, которую выставили на продажу на благотворительной ярмарке, можно было приобрести по низким ценам. Это горячие хачины, фастфуд, сладости, горячие напитки. У жителей региона была возможность также приобрести продукты на новогодний стол. Сотрудник благотворительной организации Лейла Лэпшокова рассказала, что жители в основном покупают фастфуд и, конечно же, всеми любимые горячие хачины. Фастфуд очень хорошо берут, горошек берут, кукурузу берут, майонез, сметану, так как у нас цены в разы ниже, чем рыночные. Жители республики тоже могут помочь одиноким гражданам в Черкесске. Для этого всего-то нужно стать волонтером благотворительной организации «Человек добра» или оказать пассивную помощь нуждающимся. Радиожурнал «Зори Кавказа». В продолжении радиожурнала сюжет корреспондента ГТРК «Алания» Маргариты Балаевой. Любимый всеми праздник – Новый год. Изобильные столы, всевозможные яства и напитки. Просыпаешься 1 января ближе к вечеру и понимаешь, что срочно нужно минимизировать последствия бурного празднования. И тут на помощь приходит самое спасательное и лекарственное новогоднее блюдо, известное всем кавказцам – хаш. Хаш нормализует метаболизм и участвует в повышении качества обмена веществ, помогает при отравлениях и похмелье, снимает даже головную боль. Правда, чтобы 1 января и в последующие выходные дни хаш был под рукой, нужно побеспокоиться заранее. Этот бульон с ножками и рубцом варится достаточно долго, иногда 6-7 часов. Причем воду нужно сменить минимум 3 раза. Готовят его, как правило, мужчины. Вот, например, мой сосед Сергей сварил хаш 30 декабря. Хаш сварит целое искусство, но в наше время, конечно, стало гораздо легче. Взял на рейнке, готовясь посмоленные и порубленные ножки, белоснежный говяжий рубец, который выдерживает раствор в извеси. Шатерно все промыл, несколько раз меняя воду и поставил варить. Первые три раза поварил по полчаса, каждый раз в новой воде, ну а потом варит уже до готовности. Долго, пока мясо не начнет отставать от костей. Бульон не солит, а то мясо заперпеет. Все, что нужно, соль, чеснок и перец, добавляя непосредственно в тарелку. Хаш – древнеармянское грузинское блюдо, у них его переняли другие соседние народы. Тысячелетия назад хаш применяли для лечения лихорадок и простуд, рекомендовали при переломах и растяжениях незаменим хаш и при суставных болезнях. Употреблять наваристый мясной бульон в умеренных количествах рекомендуется и при обильных возлияниях. Он поможет быстрее восстановить организм. Есть наваристый полезный бульон лучше всего утром, особенно в холодное время года. Здоровье – величайшее из человеческих благословений. Так пусть еда будет нашим лекарством. Выражение «человек есть то, что он ест» неоспоримо, потому что и древние эскулапы, и сегодняшние врачи сходятся в том, что правильное питание в основном является залогом здоровья. Если сделать небольшой обзор осетинской национальной кухни, то, несмотря на обилие жирной, мясной и мучной еды, в основе своей она правильная, а некоторые блюда просто целебные. Многие, наверное, слышали о полезных свойствах куриного бульона во время болезни. Прежде всего, это легкий в усвоении продукт, который быстро дает энергию и силы при болезни. Ну, а если куриный суп приготовить по нашему рецепту и назвать его по-осетински «толан» или «суран», то я уверена, что вы оцените и вкус, и пользу. Каждая осетинка умеет готовить этот суп. Мадина Цомаева приготовила его для нас. Толан представляет из себя курицу, тушеную в сметане, приправленную чесноком, зеленью и, конечно же, осетинскими пряностями. Главной пряностью, без которого у блюда не получится правильного вкуса, является джетчан, по-русски «чабрец». Сегодня мы рассмотрим более современный вариант приготовления толана, который трансформировался из второго блюда в первое – куриный белый соус. Берем тушку небольшой курицы, рубим на части, закладываем в казан. Обязательно казан, иначе у блюда будет не тот вкус. Слегка обжариваем без масла, потом добавляем воды – полтора литра. Очищаем картофель, рубим на крупные куски и при неполной готовности мясо закладываем в казан. Добавляем литр молока, желательно домашнего, но можно и покупного повышенной жирности. Добавляем семена укропа, если будет с веточкой – еще лучше. Варим до готовности. Не забываем посолить по вкусу. За 5 минут до выключения добавляем лавровый лист, 3-4 зубчика чеснока, черный перец и, конечно же, джетчер. Ни в коем случае не кладите петрушку к курице, испортите весь вкус. Перемешиваем и выключаем. Наступает время для самого приятного процесса. Пробуем толан. Соус получается наваристый. С нежным сливочным привкусом куриное мясо тает во рту. А уж как он согревает душу в холодный зимний день. Пища осетин простая. В основном это вареное мясо и пироги. А бульон с добавлением молока или сливок подчеркивал особый статус застолья. Вообще традиция добавлять в бульон молоко или сливки берет начало в глубокой древности. Даже в нардских сказаниях героическом ипосе осетинского народа есть примеры, когда уважение и почет гостю подчеркивали, поднося ему забеленный бульон. Ну а чабрец придает этому блюду не только пикантный вкус, но и множество целебных свойств, которые подтверждает и традиционная медицина. Чабрец, он же тимьян, нормализует работу сердца, подавляет воспалительный процесс, улучшает пищеварение, эффективен при респираторных заболеваниях, облегчает также головную боль, улучшает настроение. Легенда, связанная с одним из древнейших поселений в Осетии. Рассказывают, что когда-то пастух из аула Цамад в поисках лучшего пастбища для своего стада пригнал его в местность, которая ему очень понравилась. Здесь были хорошие луга, сочная трава, и пастух решил, что это отличное место для будущего поселения. Расположившись отдохнуть, он надоил молока, которое, к его удивлению, сразу скисло и превратилось в мягкий творожный сыр, что в переводе означает «кинджента». Так и решили назвать аул его первые жители, и так, по преданию, они открыли простоквашу или створоженное молоко, которые являются целебной пищей и сегодня используются повсеместно, как кисломолочные продукты. Несмотря на жизненные трудности, в ауле было очень много долгожителей, средний возраст которых достигал ста лет. Они и рассказывали легенды о возникновении своего села и передавали их из поколения в поколение. Место же, где располагалась «инджента», считалось святым, отмеченным богом. Ну что ж, приятного вам всем аппетита! Можно даже поднять бокал кефира за наше здоровье! Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подходит к концу. Новый год – это семейный праздник, который мы обычно проводим в кругу семьи и друзей. Любовь, тепло и присутствие рядом самых близких людей способны творить чудеса, создают неповторимую атмосферу праздника и позволяют реализовать самые сокровенные мечты. Желаем вам в наступающем году как можно больше времени проводить в кругу близких вам людей, позитивного настроения и удовольствия от того, что каждый из вас делает. Пусть в новом году вам, вашим родным и близким, во всем сопутствует удача, любовь и оптимизм. Пусть будет самым лучшим этот год, и вам не стоит в этом сомневаться, ведь числа в нем несут счастливый код. Пришла пора со старым распрощаться. Тяжелым годом, не тая, нам старый был для всех друзья. Проблемы были сплошь и рядом, и все ходили с грустным взглядом. Но верим мы и не молчим, что в новом точно победим. Мы вместе сильная страна, ведь это ты, ведь это я. В уходящем году это наша последняя встреча в эфире. Считанные часы отделяют нас от нового 2023 года. Новый год – это новые надежды и старт для новых свершений. Пусть грядущий год будет особенно щедрым на успехи, закрепит и приумножит достигнутые результаты в политической и экономической жизни, в социальной сфере, в культуре, спорте и образовании. Хотим поблагодарить за сотрудничество своих коллег. Благодаря вам нам удается больше узнать о соседних регионах, о людях, которыми стоит гордиться. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть ваши дома будут наполнены светом и добром, семьи счастливы, близкие, здоровы. Пусть все мечты сбываются, надежды осуществляются. И самое главное – мира нам всем. Услышимся в новом 2023 году. А в завершение – поздравление главы Республики Северная Осетия Алани Сергея Миняйла. Дорогие друзья, в этом году наш федеральный округ вместе со всей страной столкнулся с очень сложными вызовами. От всех нас потребовалась особая выдержка, трудоспособность, стойкость. Мы справились. Пусть не все получилось, как планировали. Пусть пришлось искать нестандартные выходы, предлагать втрое больше усилий. И все же мы решили задачи, укладывались в сроки, держали свое слово. И наша республика, и наши соседи по округу подошли к 2023 году с неплохими показателями. И главное – с желанием работать дальше, развиваться, делать наш общий дом лучше и комфортнее. С Новым годом, дорогие друзья, жители Северокавказского федерального округа. Пусть в ваших домах царят уют и достаток. Пусть те, кто рядом, дарят вам тепло и внимание. Здоровья и счастья вам. Мира нам всем добра и процветания. С праздником. Здравствуйте. В эфире радио «Алания» и на волне Патроногор с вами. И над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромных... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. В эфире «Радио Ингушетия». Высокогорный юг и Руни. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая вода. Примите наш привет. В эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова